итак продолжаем заниматься с помощью яндекс репетитора здесь вот еще такая приятная статистика на то есть когда у вас будет правильно сделано задание вот он будет вас зелененьким так отмечать потом здесь еще есть еще какие-то стимуляции в виде достижений можно на свои достижения вот у меня уже есть вернее ближайшие будет если три дня подряд и позанимаюсь и 10 заданий за день моя статистика ну собственно я хотел продолжить делать задание и сейчас ищу как это продолжить и так сегодня рассмотрим 15 занят задание решение системы первое смотрим 2 и 6 придет вправо получится x меньше 2 и 6 минус 2 и 6 этому соответствует 2 там меньше 26 и 4 то есть нам теперь нужно выбрать 2 4 в этом нам поможет 2 неравенство x плюс 5 больше либо равно 1 5 перейдет с минусом значит 1 минус 5 минус 4 x должен быть больше чем минус 4 этому соответствует единственное 2 2 вариант а дальше нам очень важно сделать хотя бы два задания по геометрии поэтому давайте рассмотрим что у нас геометрия равнобедренный треугольник с основанием а c значит сразу вспоминаем что мы знаем про на бедрен треугольники у них углы при основании равны так внешний угол при вершине c 123 что такое внешний угол значит смежный с ним угол будет 180 минус 123 80 минус 23 80 минус 23 80 минус 60 23 чуть больше значит будет чуть меньше чем сейчас 57 значит вот этот угол c внутри будет 57 нам нужно найти величину угла б а c ну очень удобно треугольник равнобедренный угол а равен углу c равен 57 очень легкое задание то есть один балл у нас уже в кармане дальше найдите длину хорды окруженности радиусом 13 если расстояние от центра до хорда 5 чтобы решать такие задачи нам нужно знать терминологии там нужно понимать что такое хорда что такое радиус итак напоминаю хорда это отрезок который соединяет две точки на окруженности то есть вот это отрезок это и есть хорда а радиус это отрезок который соединяет середину окруженности длин центр окруженности и точку на окруженности то есть вот это радиус сейчас мы сделаем предскрин зайдем в paint и решим эту задачку значит получается достраиваем так здесь нам нужно вот такая вот будет вот это вот радиус он равен 13 расстояние от центра до хорды будет 5 соответственно мы видим прямоугольный треугольник по теореме пифагора мы можем найти вот это вот расстояние чтобы найти всю хорду нужно будет это расстояние множить на 2 то есть как мы видим у нас вот такая ситуация вот это вот радиус сюда все вот эти кусочки равны этот треугольник получается равнобедренный вот это расстояние это высота высота является медианой на то есть таким образом можно доказать что вот эти кусочки тоже равны но это первая часть здесь ничего доказывать не надо здесь нужно просто написать ответ итак все что нам нужно в данном случае это теореме пифагора теореме пифагора квадрат гипотенузы гипотенуза у нас сам большая 13 равен сумме квадратов катетов 1 катет у нас 5 квадрате а второй мы как раз ищем x квадрат значит x квадрат будет равен 12 квадрате 169 кто не знает может проверить меня столбик дальше 5 квадрате перейдет с минус минус 25 25 получается x квадрате x квадрате будет 144 и нам нужно x x это корень из 144 как мы видим то есть нам нужно знать не только 11 квадрате но и 12 квадрате но и 13 квадрате да а 144 это как раз 12 квадрате нам очень повезло и так получается вот это 12 это 12 значит общий ответ 24 возвращаемся наш пример ответ 24 два балла нас в кармане и мы можем не переживать а что мы не сдали то есть мы сдали следующая задача 18 найти площадь трапеции итак решаем вот если мы забыли формулу именно для трапеции как мы с методом рассуждения мы можем опустить высоту тогда у нас нижнее основание вот эта часть будет равна вот этой части она равна 7 наверху мы видим все это 12 значит вот этот маленький кусочек будет равен 5 дальше эта фигура получается у нас состоит из площади вот этого треугольничка прямоугольника и еще одного треугольничка то есть все что нам нужно знать это в площади ну самая легкая площадь прямоугольника да ширина на длину 12 на 7 устный счет тренируем 14 и 70 да 84 площадь треугольника вычисляется по формуле 1 2 основание на высоту да у нас прямоугольные треугольники поэтому высотой будет просто катит другой то есть она упрощается на вторая а на b значит получается площадь вот этого треугольника 1 2 а 9 на 12 то есть 12 разделить на 2 6 6 9 таблицу умножения вспоминаем 54 здесь у нас 5 на 12 опять таки и умножить на 1 2 то есть 12 делим на 2 6 6 5 30 и вот эти все числа теперь 30 плюс 54 84 84 неожиданно и тут 84 значит 84 84 плюс 84 168 168 168 19 задание тангенс острого угла 2 чтобы это сделать нам нужно вспомнить что такое тангенс это отношение катетов противолежащего к прилежащему да противолежащий катет у нас 1 2 3 4 опускаем да вот так прилежащий 2 4 дробь 2 будет 2 значит тангенс может быть больше единицы и 20 задание какие утверждения верны через точку не лежащую на данной прямой можно провести прямую параллельную этой прямой ну логично утверждение первое верно тут не поспоришь точка не лежит на прямой можно провести прям треугольник со сторонами 1 2 4 существует но вот здесь никак не получится потому что сумма двух сторон треугольника должна любых двух сторон должна быть больше третьей стороны то есть у нас тут 1 а тут 2 он не дотянется у нас да то есть вот это основание 4 здесь мы отложим 1 здесь 2 и они в общем упадут на эту четверку то есть они не соединятся вот второе точно неверно в любом параллелограмме есть два равных угла значит что такое параллелограмм тут нам нужно вспомнить параллелограмм это вот такая вот фигура а и вот так вот вот и Продолжение следует...